Как часто вы используете отзывы клиентов, чтобы решить, что покупать, в какой ресторан сходить или в каком отеле остановиться? Я часто использую отзывы, чтобы выбрать место, где я буду обедать, ночевать или заниматься бизнесом. 5 звезд привлекает мое внимание, но высокий рейтинг значит еще больше, когда количество отзывов довольно большое. 5 звезд от 10 клиентов наводит меня на мысль о том, что эти отзывы могли оставить родные и близкие. Но если отзывов сотни и рейтинг по-прежнему высокий, это привлекает мое внимание, потому что это значит, что это место имеет хорошую репутацию и хорошее имя. Вы спросите, при чем здесь имя и какая разница, какая репутация у заведения? В бизнесе хорошее имя — это все. Если вы ищете товары, которые везде одинаковые, то репутация не имеет значения. Почему? Возьмем, к примеру, продукты питания — молоко, сыр, чипсы. Вашу преданность какому-то конкретному бренду можно купить. Как? С помощью скидки, купона или хорошей цены. Вы доверяете бренду и покупаете продукты там, где он дешевле. Но если речь идет о товаре или услуге, в которой важную роль играет поставщик и для которой требуется доверие, как, к примеру, услуги хорошего механика или финансового консультанта, строителя или даже пастора, то имя играет очень важную роль. Нам нужны хорошие отзывы. Мы спрашиваем мнение других людей, стоит ли нам доверять той компании или тому человеку. Так почему же я заговорил о отзывах клиентов? Потому что в книге «Притчи» очень много сказано на эту тему. «Притчи» учат нас, что хорошее имя и хорошая репутация ценнее денег. Репутация — это то, что люди думают о нас, о нашем характере, о нашем бизнесе или организации. Это не официальная информация о нас, которая распространяется среди людей. Я принял Иисуса вскоре после окончания школы. И помню, как, будучи юным преподавателем Христа, я общался с одним бизнесменом о пересечении веры и бизнеса. И мне сказали, что воскресенье — это воскресенье, а понедельник — это понедельник. Иными словами, бизнес и вера в Иисуса — это две отдельные вещи. Меня такой ответ не устроил. Он всегда казался мне странным. И даже будучи новообращенным христианином, я не понимал, зачем отделять свою веру от работы или от бизнеса. Апостол Павел был профессиональным начинателем церквей. Он приезжал в новое место, работал там и начинал новую церковь. Он написал церкви в городе Колоссы. «И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что во здании от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Здесь Павел говорит нам, что первый, на кого мы работаем, — это Бог. А это значит, что весь ваш труд, все ваши деловые отношения, для Него, именно Его имя, вы представляете своим бизнесом. То есть, в первую и главную очередь вы служите Христу. Вы спросите, да что Иисус понимает в бизнесе? Напомню вам, что Иисус был бизнесменом до того, как начал свое публичное служение. И бизнесменом он был дольше, чем проповедником. Он знал, как непросто сделать хорошую работу, получить заказ, а потом получить деньги от заказчика, а также как иметь дело со сложными клиентами. Откуда я это знаю? Из еврейской истории первого века. Она указывает на то, что Иисус научился ремеслу плотника от своего отца, и, скорее всего, в подростковом возрасте. Затем в какой-то момент он должен был принять бизнес у отца. В случае Иисуса это произошло, когда отец его умер. Историки считают, что Иисусу тогда не было и 20 лет. Иисус недвусмысленно высказался о том, что вера человека влияет на все сферы его жизни. Он сказал, что вера в Него должна быть в центре всего, в центре жизни, а в центре всех инвестиций и всех бизнес-вопросов. Все это должно приносить Ему честь и славу. Иисус сказал, ищите Царство Божье больше всего и живите праведно, и Я дам вам все, что вам нужно. Это значит, что вся наша деловая этика исходит от Иисуса, и все наши решения в бизнесе, в первую очередь, сказываются на его репутации, а не на нашей. Наш сегодняшний текст — это притчи. 22 глава. Первые 16 стихов говорят о том, что наши приоритеты должны быть видны во всех аспектах нашего бизнеса. Во-первых, мы должны выбрать хорошее имя. Притчи 22.1. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. В современном переводе сказано, выбирай хорошую репутацию вместо большого богатства. Когда тебя ценят и уважают, это лучше, чем серебро и золото. Отсюда видно, что мы сами выбираем, какой будет наша репутация. В Ветхом Завете хорошая репутация считалась одним из самых ценных имуществ. Еще здесь говорится о доброй славе. Имеется в виду такой характер и поведение человека, что создают хорошее впечатление о нем. А еще здесь сказано, что выбор хорошей репутации и хорошего имени важнее, чем приобретение богатства. Уловили эту мысль? Хорошая репутация — это результат наших решений, а увеличение нашей репутации куда важнее, чем увеличение доходов или финансов. С чего начинается создание репутации, которая стоит дороже денег? Во втором стихе сказано, богатые и бедные встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. Все люди, несмотря на их экономический статус, равны перед Богом. Это стартовая площадка для создания хорошего имени. Фейсбук создал целую империю на том, чтобы вызывать зависть одних людей у других. Именно с этой целью многие постят свои фотографии. Вот какими людьми стали, отделившись от Бога. Мы сравниваем себя с другими, судим, и нам нравится думать, что мы лучше других. Но притчи говорят нам, что мы в равном положении перед Богом. Неважно, богатые мы или бедные. Вот с чего нужно начинать создавать себе хорошее имя. Как? Осознав, что перед Богом все мы одинаковые, и наша самооценка зависит от Него, а не от наших достижений. Если ваша самооценка зависит от ваших доходов, то вы будете делать все, чтобы увеличить их и защитить свое богатство. Ваши разговоры, действия и приоритеты, деловые связи и решения будут руководствоваться желанием увеличить и защитить свое богатство. А люди станут средством для достижения вашей цели. Людей вы будете использовать, а деньги любить, а не наоборот. Когда мы предстанем перед Богом, это ждет каждого. Верите вы в это или нет, все мы будем равны, несмотря на размер нашего кошелька. Хорошая репутация начинается с понимания вашей идентичности во Христе. Что это значит? Идентичность — это то, кто вы, что вы думаете о себе, то, как вас воспринимает мир и черты, которые характеризуют вас. Апостол Павел начинал каждое послание с описания своей идентичности. Часто он называл себя слугой или апостолом Христа. Его идентичность была во Христе, а его жизнь была сфокусирована на служении людям и славе Христа. В Деяниях 27 Павел говорит, что он принадлежит Богу и служит Богу. Как только вы знаете, кто вы и кому вы служите, то ваши решения в бизнесе должны отражать это. Спросите себя, какую идентичность ваши решения в бизнесе демонстрируют миру. Возможно, ваши решения показывают, что для вас важнее всего деньги, а может быть самосохранение или репутация семьи, или же они показывают всему миру Христа. Я знаю, что это может быть страшно, но уверен, это принесет вам прозрение. Итак, какая у вас идентичность? Послушайте, что говорит Библия. Бытие 1, 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Галатам 3, 28. «Нет уже иудеям, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского». «Почему? Ибо все вы одного Христе Иисусе». Иоанна 1, 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Видите? Вы созданы Богом, и ваша идентичность исходит от Бога. Вы дети Божьи. 1 Петра 2, 9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы из Божьей семьи, Ефесянам 2, 10. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Филиппийцам 3, 20. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа. Мы были созданы Богом для взаимоотношений с Ним. Если вы верите в Иисуса, то вы усыновлены в Божью семью, ваше гражданство на небесах, и у вас есть предназначение от Бога. Он запланировал для вас добрые дела. «Как жить, исходя из этой идентичности во Христе». Следующие стихи в 22 главе книги Притчи дают нам краткий обзор на эту тему. Третий стих. «Благоразумные видят беду и укрываются. Они опытные, идут вперед и наказываются». Благоразумный человек понимает, что ему нужна мудрость, он держится подальше от опасности. Автор книги Притчи сравнивает благоразумного человека с неопытным или бездумным. Бездумный человек принимает решения, не опираясь на свою идентичность во Христе. Он не думает о том, как принести славу Богу своими решениями. Он желает принести славу самому себе. И первый вопрос, который нужно задать себе. «Как ваша этика приносит славу Богу?» В четвертом стихе сказано, «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Что происходит, когда вы знаете, чей вы и кому вы служите, когда вы знаете, что ваша идентичность в Иисусе? Притчи говорят нам, что награда за смирение и страх Господень – это богатство, слава и жизнь. Смирение – это отсутствие гордости. Смирение – это осознание нашей греховности и благости Бога. Смирение – это чувство зависимости от Бога, подчинение нашей воле Богу и обличение в грехе от Бога. И все это входит в первый термин – страх Господень или страх Яхвы. Истинная набожность – это источник любой добродетели и любого благословения, богатства, славы и жизни. Несколько недель назад пастор Робб сказал, что бояться Бога – это признавать Его размер и величие, и доверять Богу – это значит, что Он надежный, а не сумасбродный. То, что больше всего достойно страха, также больше всего достойно вашего доверия. Второй вопрос. Как моя этика показывает, что я доверяю Богу? Притчи 22.5 «Терны и сети на пути коварного, кто обережет душу свою, удались от них». В притчах жизнь часто сравнивают с дорогой. Если на пути терны и шипы, то они могут ранить путника. Мудрый человек видит эти препятствия и держится подальше от такого пути. Мы занимаемся бизнесом только ради быстрой выгоды. Тогда мы создадим неприятности для себя и для других. Репутация создается из множества небольших решений, которые показывают, насколько мы эгоистичны, горды и недальновидны. Заметьте, что в пятом стихе путь коварного сравнивается с путем того, кто бережет свою душу. Любопытно, что коварного не сравнивают с прямолинейным, честным или надежным. Прямыми, противоположностями коварного, а вместо этого он сравнивается с тем, кто бережет свою душу. А от чего нужно беречь свою душу? Может быть, от гордости, эгоизма и недальновидности? От жизни только для себя, а не для Царства Божьего? А может, от мысли о том, что вы можете прожить и без Бога? Бережете ли вы свою душу от того, чтобы не играть роль Бога и не купиться на ту же ложь, что Адам и Ева? Они купились на то, что Богу доверять нельзя, полагаться можно только на самого себя. Страх и тревоги многих людей ведут их к неправильному поколению, к поколению самому себе, своему здоровью, богатству, уровню жизни. Люди думают, что можно создать рай на земле и что мы можем иметь царство, которое обещает Бог. Без верности, преданности царю. Третий вопрос. Показывает ли моя этика, что я берегу свою душу? Демонстрирует ли моя этика, что я берегу свою душу? Притчи 22.6. «Наставь юношу, при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Слово «наставь» означает класть что-то в рот или давать попробовать что-то. Как мама вкладывает детское питание ребенку в рот. «Наставлять» значит учить, суживать поведение ребенка, удалять его от зла и направлять к благочестию, чтобы он шел в правильном направлении. Это значит готовить ребенка к тому, что у него хорошо получается. Какую бы профессию не выбрал ребенок, важно готовить его к ней в раннем возрасте. Так в нем формируются привычки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Родители должны заниматься характером, способностями и темпераментом ребенка. А где ребенок в первую очередь узнает о своей идентичности? Дома. Поэтому ответственность за это несет не школа, а родители. Учите ваших детей тому, кто они в Иисусе, а затем учите их тому, как жить, исходя из этой идентичности в той профессии, которую они выберут для себя. Учите их о том, что значит быть детьми Божьими и как дети Божьи должны относиться друг к другу. Это скажется на их этике во всех сферах. Родители, помните, что ваши дети всегда наблюдают за вами, и они чаще делают то, что вы делаете, а не то, что вы говорите. Четвертый вопрос. Как моя этика формирует следующее поколение для Бога? А как сохранить хорошее имя? Номер один. Будьте осторожны. В притче 22.7 сказано, «Богатый господствует над бедным, а должник делается рабом, взаимодавца». А в этом стихе слово «богатый» стоит в единственном числе, а бедный — во множественном. То есть на каждого богатого приходится много бедных. Половина всего мирового богатства принадлежит одному проценту богатых людей, а 10% самых богатых людей в мире владеют 85% мирового богатства, а 30% самых богатых людей владеют 97% мирового богатства. Автор книги «Притчи» честно высказывается о правде жизни. Верите вы в это или нет, но богатство дает власти силу, а бедность ведет к тяжелому и подневольному труду. Человек теряет свою независимость, когда обращается за помощью к другу, а должник в какой-то мере теряет свою свободу. Павел дал такой совет молодому пастору Тимофею. «Любовь к деньгам — это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. Не сами деньги, а любовь к ним. Богатство дает не только силу, но и создает некую опасность». Притчи 22.8. «Сеющий неправду пожнет беду, и трость гнева его не станет». Мы жнем то, что мы посеяли, как в этом мире, так и в следующем. Поэтому будьте осторожны. А во-вторых, будьте щедры. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. В современном переводе сказано, «Щедрый человек будет благословлен, потому что он делится едой с бедными». Милосердный — значит, щедрый и открытый к тому, чтобы помогать другим. «Он — противоположность жадному человеку». Притчи предупреждают нас о жадных людях. Притчи 23.6. «Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его». Притчи 28.22. «Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его». Глаза — это окна, через которые можно разглядеть характер человека, помогающий, нуждающемуся, благословен Богом, сейчас и в вечности. В-третьих, будьте разборчивыми. В 10 стихе сказано, «Прогони кощунника и удалиться раздор, и прекратятся ссоры и брань». Кощунник — это человек без моральных или религиозных принципов. Он приносит раздор во все свои отношения, потому что он не уважает ни людей, ни Бога. Притчи предостерегают нас не становиться такими людьми и не общаться с такими, потому что кощунники принесут в любую организацию разделение и раскол. И в притчах очень четко сказано, что делать с такими людьми. Ради гармонии в организации или компании такого человека следует изгнать. Это очень серьезные слова, которые заставляют нас задуматься над нашими словами и действиями. В-четвертых, будьте искренними. В 11 стихе сказано, «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь-друг». Если вы хотите иметь хорошую репутацию, сохранить хорошее имя, то развивайте эти качества. Во-первых, чистоту сердца, то есть у вас должны быть чистые мотивы. Как говорят, будьте настоящим, не нужно относиться свысока или льстить. И если вы не искренне с людьми, то со временем люди это поймут. Во-вторых, тут сказано о приятных словах на устах. Иными словами, нужно быть любезным и обходительным. Человек с этими качествами в итоге привлечет внимание царя и станет его другом. Это до сих пор остается правдой. Такое отношение по-прежнему привлекает внимание уважаемых людей и завоевывает их дружбу. В-пятых, помните о Боге. В 12 стихе сказано «Отчи Господа охраняют знания, а слова законопреступника он не спровергает». Бог наблюдает и защищает человека, который знает его, ходит его путями и помогает другим людям. Помнить о Боге значит общаться с Богом через регулярное чтение Библии и молитву, а также согласовывать с ним все свои решения и ходить в послушании Духу Святому. Это значит говорить его слово каждому и в каждой ситуации с другой стороны речи неверного человека, который все делает только ради своей собственной выгоды, будут в итоге разоблачены Богом. Это может произойти не сразу, но Божья справедливость обязательно восторжествует. Бог обещает нам это. А как можно причинить вред хорошему имени? Мы говорили о том, как заполучить доброе имя, а теперь поговорим, как можно навредить ему. В притчах 22 указаны четыре способа, как мы можем навредить нашей репутации. Первый способ — это лень. 13 стих. «Ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьют меня». «Ленивец» — прекрасное слово. Это человек, который постоянно ленится. В этом случае он говорит, что на него может напасть лев, ходящий по городу. Этот стих до смешного глупый, но тут есть важный смысл. Мы создаем себе плохую репутацию, если постоянно изображаем роль жертвы и говорим, что проблема только в том, что вокруг нас. Если мы считаем себя жертвами, то мы будем жертвами. Такое отношение создает определенное мировоззрение. Павел сказал, «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Он не был жертвой, несмотря на все трудности в его жизни. Во-вторых, аморальные женщины. В 14 стихе сказано, «Глубокая пропасть, уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет туда». Бог призвал нас к верности друг к другу. Секс за пределами брака сказывается на наших эмоциях. Проблема в том, что в современном мире эмоции правят всем. Мы начали верить в то, что если что-то вызывает у нас приятные чувства, то значит это хорошо для нас. Эмоции это наши слуги, которые информируют нас о том, что происходит внутри нас, но из них получаются очень плохие хозяева нашей жизни. Эмоции безмозглые, и они не понимают, что их спровоцировало. Например, фильм может вызвать у вас огромный диапазон эмоций, хотя вы и знаете, что то, что вы видите, не по-настоящему. Третьих, недисциплинированное детство. Пятнадцатый стих. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от Него. Каждому ребенку нужны родители и другие взрослые в жизни, которые станут для них примером в христианстве своими действиями, словами и приоритетами. В-четвертых, плохое обращение со слабыми. Шестнадцатый стих. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Есть много разных переводов этого стиха, но суть его проста. Плохое обращение с бедными и даяние чего-то богатому с целью личной выгоды в конечном итоге лишь навредят нам. Очень часто люди, использующие других ради собственной выгоды, сами оказываются в подобной ситуации. Если вы играете в эту игру, то знаете, что есть и другие, которые тоже играют в нее, используя людей. В итоге человек, который продвинулся вперед благодаря ущемлению бедных или осыпанию подарками богатых, придет к бедности. Если не в этом мире, так в следующем. какое-то время назад я участвовал в бизнесе, который не достиг успеха. Если коротко, то в итоге вся эта затея обошлась мне в куда больше денег, чем я планировал потратить. Там было несколько вопросов, которые можно было истолковать по-разному. То есть у каждой стороны было свое представление о том, как нужно решить ту или иную проблему. С финансовой стороны, мне это стало невыгодно, и я пожаловался об этом своей жене, на что она напомнила мне, что отношения всегда важнее денег. Это заставило меня остановиться. Мои отношения с Богом важнее, чем деньги, потому что эти отношения — движущая сила в моей жизни, а мои отношения с людьми тоже важнее денег, потому что они отражают мои отношения с Богом. Это касается и человека, с которым мы вели бизнес. В итоге все решилось, хотя мне и пришлось заплатить больше. А вот вопросы, над которыми вам стоит задуматься. Как моя этика прославляет Бога? Как моя этика показывает, что я доверяю Богу? Показывает ли моя этика, что я берегу свою душу? И как моя этика формирует следующее поколение для Бога? Субтитры